Приветствую вас, друзья из России. Это Папа Рэнди. Мы недавно отпраздновали Рождество, и это было прекрасное время для всех нас. Мы вспоминаем все, что Иисус делал для нас в ту пятницу, перед Пасхой. На ум приходят четыре жизненно важные вещи, произошедшие за эти сутки, благодаря которым, как я считаю, мы живем сегодня в свободе. Во-первых, это Тайная Вечеря с учениками Христа, и там Он говорил с ними о том, что такое братство, о том, как преломлять вместе хлеб, о том, как пить из чаши, о том, что все эти деяния во имя Его. Знаете, это такой вид единства, и очень важно, что у нас есть это единство с другими. Мы очень благодарны тому, что Христос делает для нас. И каждый раз, когда мы преломляем хлеб, мы должны вспоминать о нем с благодарностью. Во-вторых, когда они поужинали, Иисус встал и начал мывать им ноги. И так Он показал им, как нужно служить друг другу и другим людям в сообществе. Но для этого нужно смирение. Вы знаете, иногда легко служить кому-то, делая простые вещи. Для нас это может быть привычным, но нужды людей могут быть очень разными и сложными. И для этого нам нужно выходить из зоны комфорта. Но для этого мы должны быть послушными Богу. В-третьих, когда Он закончил омовение, то Он собрал учеников, и они начали молиться. Как они молились всегда на собраниях, и Он сказал Своим ученикам, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощный». И Иисус пытался сказать им, что для того, чтобы защитить себя, нужно быть всегда на стороже, нужно оглядываться по сторонам. В противном случае мы обленимся и потеряем бдительность, как это произошло с Его учениками. Три раза Иисус подходил к ним и просил их бодрствовать и молиться. Знаете, Христос делал много вещей, связанных с цифрой 3. Это знак совершенства, знак спасения, знак вечной жизни. И, наконец, четвертая величайшая вещь – жертва. Иисус пошел на крест и умер за наши грехи. Он принес в жертву Свою жизнь. Знаете, мы не сможем жертвовать для других людей. Не сможем посвящать Свою жизнь никому-то, если не будем помнить о первых трех вещах. А все эти четыре вещи очень важны для нас, чтобы жить свободной жизнью. Люблю вас всех. И помните, Иисус воскрес. Я люблю вас. И помните, Иисус воскрес.